Огромная стена, украшенная Микеланджело Фреско и Страшного Суда с 1537 по 1541 год, во время правления Папы Павла III Форнезе, по всеобщему мнению, считается настоящим революционным открытием в подходе к изображению данной темы. Это произведение вызывало замешательство у критиков, причем не только у современников. Стендар в истории итальянской живописи сказал, что если одна обнаженная фигура несомненно обладает привлекательностью, то большое количество обнаженных неэстетично и шокирует. Именно это ощущение он вынес, подойдя первый раз к стене Микеланджело. Она и привлекает, и отталкивает, поскольку, как объяснял бельгийский критик Де Толнай, зрители неизбежно охватывают впечатление вертикального водоворота, втягивающего циклопические тела, как бессильные игрушки. Ядром же этого вихря является Христос с поднятой рукой, жест, который напоминает центральную фигуру их битве кентавров. Рядом с ним Богоматерь, напуганная действиями Верховного Судьи. На первом плане в группе святых Петр, протягивающий ключи Христу, и Иоанн Креститель с накинутой шкурой верблюда. Сразу под ними мы увидим фигуру святого Лоренция, святого Варфоломея, держащего в руках свою собственную кожу, в которой узнаются черты самого художника. Наверху мы видим ангелов, несущих орудие распятия. Ангелы в центре трубят, оповещая о страшном суде, и, наконец, мы видим страдания у Стикса, где Харон перевозит души грешников. На самом деле, подобная композиция была позаимствована Микеланджело из традиционных изображений Страшного Суда Северными Мастерами, ставшая известной благодаря образцу Компассанту Пизы, созданной Буфалмакко, около 1336 года. Но то, что поразило современников-художников, так это наличие абсолютно обнаженных титанических фигур, которые, по выражению лазари, представляли собой своего рода упражнения, чтобы продемонстрировать свое умение нарисовать прекрасную и совершенно пропорциональную композицию из людских тел. После Трендского собора в 1564 году было принято решение затрапировать части фреса, которые могли показаться непристойными. Микеланджело, которому пришлось присутствовать при осквернении его шедевра, скончался через несколько месяцев. Подобное задание было поручено Даниэлю Довольтера, которого саркастические римляне переименовали в «Исподничника». Собоставление с фрагментом копии Страшного Суда, выполненной Марчелло Венусти в 1549 году, позволяет увидеть все принесенные изменения, вплоть до разрушения фигуры святого Пиаджо, у которого появился другой поворот головы, а святая Екатерина Александрийская получила полное облачение. Хотя первоначально она была представлена обнаженной, точно так же пожелали изменить позы двух персонажей, которые в первоначальном варианте предполагали намек на совокупление. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок